Так сейчас выглядит посёлок Оршан. И вид больше не радует, а скорее пугает. С таким чувством тревоги и страха Аюна Ягдуева с семьёй идёт посмотреть, выстоял ли их дом, который только в этом году построили. Именно это место оказалось в эпицентре природной стихии. У нас таких болезней тут не было. Мы в прошлом году строились, а в этом году достраивали. Мы крышу крыли, собирались ещё красить. Груда камней. А здесь дом стоял. Там жилые дома были. Но груда камней. Ещё пару часов назад здесь был райский уголок. Зелёная равнина, вековые сосны. В посёлке проживает более трёх тысяч человек. К тому же это излюбленное место отдыха туристов со всей страны. Их по предварительным подсчётам в момент ЧП было около полутора тысяч. Здесь, получается, частный сектор был построен. Полностью замыло. Сейчас вы видите, сами посмотрите. Домов нету практически. Всё замыло. Наводнение по рассказам очевидцев началось внезапно. В 3 часа ночи пошёл дождь. В утро уровень реки Кунгак заподнялся на 2 метра. В 8 утра. Вместе с водой. Городный прогрессивный поток. Бурлящая смесь подряд. Главный полунов. Типа, саппарочка, 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 саппарочка. Их жильцы остались без крова, вещей и денег. Успели захватить с собой лишь то, что было под рукой. Многим жителям посёлка пришлось искать спасение на крышах своих домов, где они провели первую половину дня, пока вода не ушла. Мощный водный поток с грязью и камнями накрыл весь посёлок, затопив 5 улиц и дороги. Отключено электроснабжение, разбиты бетонные заборы, повалены линии электропередачи. Набережную уже не найти. Серьёзно повреждены два моста, не выдержали опоры. Течение реки такое сильное, что продолжает разрушать мост и не даёт вести восстановительные работы. Получается, что люди, которые остались на том берегу, полностью отрезаны от мира. Некоторые жители пытаются перейти вброд, но в целях безопасности их не пропускает полицейский, который дежурит с двух сторон моста. К этому времени на набережную подошла спецтехника. Под основной удар попали детские лагеря и санатории. Здания пансионатов Сагандали и Эдельвейс выстояли перед селевым потоком, но серьёзно пострадали. Огромными валунами, которые принеслось селевым потоком, завалило весь первый этаж детского дома отдыха Сагандали. Все 160 детей вместе с сотрудниками учреждения укрылись на верхних этажах. Затопило подвал, кухарки оттуда кое-как успели выскочить. И всех с первого этажа подняли, со второго. Детей с вещами совсем подняли на третий. И потом сама сель пришла с камнями, совсем тут деревья летели, щепки все во все стороны. Страшно. Одна девочка ногу подвернула, и медсестра по многу сломала, и всё. К 14 часам вода начинает спадать, но проехать всё равно проблемастично. Многие туристы в срочном порядке пытаются покинуть посёлок. Очень страшно. Страшно, да. Вообще гремело, всё лилось, всё стучало, вообще ужас как. Что ж тут делать, говорят, ещё будет сегодня дождь. Ещё на пороге, блин, столько води было. У хозяйки всё, сумка уплала. Дети двое нырнули, вытащили. По словам местного населения, наводнений такого масштаба не было уже больше 40 лет. И не ожидали, что вода может так навредить хозяйству. 50 домов оказались в зоне подтопления. Вода поднялась, потом спала вроде бы. Грязь всё полностью. Подвале полная вода. И грязь полная-полная. Ещё мы убрали, вот грязи много было. Вот так вот, сантиметров 20, наверное, было. От разгула стихии пострадали 8 человек, трое из них в больнице. В посёлке объявлен режим ЧАЭС. Спасательная операция в Варшане продолжает поисковая группа. Силы двух региональных спасательных служб, Бурятской и Иркутской, брошены на поиски женщины 1967 года рождения. В данный момент обозначена задача. По крайней мере, сказали, что пропала женщина. Вот сейчас разбираем завалы, дабы провернуть или подтвердить этот факт. По крайней мере, здесь вот пока ищем. Поиски пропавшей женщины продолжаются до сих пор. К обследованию местности подключились и кинологи с собаками. Я в ней уверен, потому что если бы под такими завалами был бы кто-нибудь, она бы принюхала, она бы обозначила, что запах свежий, она легко находит. Скорее всего, её замыло под слоем земли. Параллельно специальная комиссия производит оценку ущерба. Ведётся иммунизация населения от дизентерии и сальмонеллоза. Пострадавшим оказывается информационная психологическая помощь. Туяна Немаев, Александр Мокин. Новости сейчас.